Вот смотрите, допустим, вы решили, что счастье будет, будет, если я научусь зарабатывать деньги хорошо, будет у меня хорошая квартира, у меня будет то, все, будет, счастье будет. То есть это означает, вот если вы так поставили свою цель, счастье будет, то в этом случае вы попадаете в определенный слой влияния времени, это так, не то, что у вас судьба поменялась, просто есть три типа взаимодействия с вашей судьбой, один слой, второй слой, третий слой. И вот вы решили, допустим, счастье будет. Самая лучшая песня не спета, самая лучшая девушка, где ты, все еще впереди, все еще впереди. Птица счастья с завтрашнего дня, прилетела крыльями звеня, выбери меня, выбери меня. Птица счастья с завтрашнего дня. То есть вы решили, что завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Хорошо. Я вам предсказываю вашу жизнь. Времени свободного нет. Вы упахиваетесь на работе, приходите домой усталыми, у вас нет сил на жену, на детей, у вас нет нормального здоровья, вы не умеете расслабляться, отдыхать. Вы постоянно сидите допоздна перед телевизором, надеясь, что он вас расслабит. Постепенно даже телевизор перестает расслаблять, поэтому приходится выпивать. Если это не помогает, вам придется захватить любовницу, чтобы как-то снять с себя напряжение. Любовник, это разрушает семью, и вы остаетесь один или одна. А вместе мечтали сначала о том, что все будет хорошо. Но почему-то все пошло не так. Потому что неправильное представление о жизни. Счастье не в будущем бывает, а в настоящем только. Сейчас, тье. Сейчас это сейчас, а тье это существование. Это древнерусское слово. Это существование сейчас означает, сначала надо принять то, что тебе Бог дал. Прими. Это первая стадия вхождения в состояние счастья. Вроде бы кажется, наоборот, я приму, и мне будет еще хуже. Нет. Когда вы проглатываете свою судьбу, становится легче дышать. Она у вас в горле застряла. Второй вариант. Вы разочаровались во всем. Плохая страна. Надо куда-то валить. Вот. Все плохо, все тяжело. Грусть, тоска меня снедает. Мне все плохо, все тяжело. Я водяной, никто не водится со мной. Там живут несчастные люди, дикари. Видно лица ужасные, добрые внутри. Кокодил не ловится, не ластит кокоса. И так далее. Ну, то есть, как бы, вот это вот, это называется жить в прошлом. То есть, одни люди живут в будущем, другие в прошлом. У них все плохо, все было. Все было, живут в прошлом, все было. Другие живут в будущем, у нас все будет. Вот. И это и то, и другое разрушает жизнь. У тех, кто будет, у них есть пять стадий жизни. Все уже, пять стадий. Вот он решил, что у меня все будет. А это всегда означает материальное развитие. Люди, которые верят, что все будет, они некоторые говорят, да, Олег Геннадьевич, да у нас все есть уже. Некоторые еще проще поступают. Они берут просто и все покупают, то, что хотят. Платят потом в два раза больше. Если не в три. То есть, ипотеку берут, все покупают. И потом рабами становятся. И всю жизнь пашут на того, кто им денежки дал. Еще хуже, потому что человек не может быть счастливым, когда он в рабстве. Раб не может быть счастливым. И поэтому вроде бы квартира есть, все есть. А счастья нет, потому что постоянно давит на тебя долг. Ты как бы в зависимости от него живешь, думаешь, что же мне делать теперь. То есть, мои хорошие, поймите, свобода лучше, чем собственность. Свобода лучше. Запишите себе, повторяйте, свобода лучше, свобода лучше. Когда следует. Потом, когда-нибудь вы это поймете. Когда-нибудь. И так, есть три слоя жизни. В том числе в личной жизни. Вот смотрите, если ваш близкий человек бьет вас, бьет. Он не хочет жить нормально, не работает, гуляет. Беспредел. Это означает, что вы должны жить отдельно. Но не разводиться. И молиться, потому что напрямую на него повлиять невозможно. Он вне влияния такой человек. Если в ближайшие человек упахивается, вот живет, вот как все, как он говорит. Работает много, приходит усталый домой. То ваша цель больше молиться и пытаться его ввести в состояние настоящего времени. Из будущего легче человека достать, чем из прошлого. Понимаете? То есть, надо, чтобы он принял все, что есть. Вот счастье прямо сейчас есть. Можно просто сесть рядом с женой, попросить прощения за все. И уже придет счастье сразу. Но это надо силы на это иметь. И поэтому люди должны понять, чтобы вот принять судьбу и получить прямо жизнь, какая она есть сейчас. Начать ей радоваться постепенно. И все лучше и лучше она так будет становиться. Потому что судьба человека, она начинает жить в настоящем времени и потом делает из человека очень сильную личность. Можно все победить в своей жизни, но сначала нужно сконтактировать со своей судьбой. Если человек ушел в будущее, он с ней не контактирует. У него нет сил, понимаете? Потому что силы берутся, когда человек сначала все принял. Не надо никуда бежать. Все, что есть, уже хорошо. Вот многие люди поднимают, задают вопросы. Значит, они могут принять. Я им помогаю принять. То есть моя работа какая? Я как бы помогаю проглатывать человеку судьбу. Он говорит, Олег Геннадьевич, я что-то не могу проглотить. Я говорю, ну давайте, садитесь, поудобнее. Все, проглотили, проглотили. Следующий. Ничего не сделаешь, придется проглатывать. Ничего не сделаешь вообще судьбой. Ее надо проглатывать. Некоторые просто принципиально не хотят проглатывать. Девушка, вы можете победить этого человека на суде? Можете? Нужно молиться? Где девушка поднимала руку? Вы можете, молиться надо. Вы можете посражаться, если хотите. Вот вы неудовлетворены остались в моем отборе. Сражайтесь. Сражайтесь с ним. А? Отдайте деньги. И вместе с деньгами вы можете сказать им, на тебе денежки, и вместе с ними все, что ты заслуживаешь. И так и будет. Он вместе с деньгами получит то, что он заслуживает. Так действует судьба. Думаете, вам обязательно наказать? Бог может наказать? Никогда не желайте зла, человеку. Желаете. 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 Нужно ему просто отдать его. Бог сам разберется со всем. Вы получили свое, он получит свое. Молитесь, чтобы простить. Проглотите судьбу, примите судьбу. Молитесь, чтобы простить. Если не можете, сражайтесь. Победите. Станьте победителем. Заставьте его принять то, что он должен принять. Спасибо. 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 Продолжение следует...